Ресурсы планеты Земля Узнаете ресурсообеспеченности планеты Спрогнозируете содержание по финалу текста Сформулируете вопросы и идеи, интерпретируя содержание текстов Закрепите навыки постановки знаков припинания в сложно подчиненных предложениях Природные ресурсы распределены на поверхности и в недрах Земли неравномерно, что обуславливает разницу в ресурсообеспеченности между странами мира. Такие страны, как США, Канада, Россия, Китай, Казахстан располагают большими запасами и многими видами минерального сырья. Однако в большинстве стран мира существует дефицит полезных ископаемых. Глоссарий урока «Ресурсообеспеченность» Соотношение между величиной природных ресурсов и размерами их использования, выражаемое либо количеством лет, на которые должно хватить данного ресурса, либо его запасами на душу населения. Ребята, на экране кругозорная карта «Ресурсообеспеченность углем» в некоторых странах мира. Ребята, чтобы выполнить следующее задание, вам необходима логика и вычислительные навыки. На экране кругозорная карта, на которой представлено, как обеспечен Казахстан углем. Ресурсообеспеченность равна отношению запасов угля к его добыче. 34 миллиарда разделить на 70 миллионов равно 485 лет. Ресурсообеспеченность углем в Казахстане составляет 485 лет. А теперь рассчитайте ресурсообеспеченность углем некоторых стран, определив их по ассоциативным кустам. Первая страна. Юань. Около полутора миллиардов населения. Стена, рис, дракон. О какой стране идет речь? Угадайте следующую страну. Гривна. Язык до Киева доведет. Хутор. Борщ. Тарас Бульба. Казак. Ребята, я думаю, вы, конечно же, угадали наши страны. Это Китай и Украина. Ресурсообеспеченность углем в Китае составляет 239 лет. Ресурсообеспеченность углем в Украине составляет 627 лет. Ребята, я думаю, вы угадали, о каких странах идет речь. Это Китай и Украина. Ресурсообеспеченность углем Китая составляет 239 лет. Ресурсообеспеченность углем Украины 627 лет. Выполните следующее задание. Расставьте недостающие знаки припинания. Вставьте пропущенные буквы. Определите типы сложно подчиненного предложения. Ресурсообеспеченность углем в Китае составляет 239 лет. Ресурсообеспеченность углем в Китае составляет 239 лет. Предлагаю проверить свою работу. Восстановление природных ресурсов – это процесс, который предполагает использование отходов жизнедеятельности с целью их повторного применения или превращения в новое сырье. Это сложно подчиненное предложение с предаточным определительным. Повторное использование ресурсов принесет только выгоду, которая, к тому же, позволит уменьшить потребность в новых сырьевых материалах. СПП с предаточным определительным. Значительно уменьшить спрос на пресную воду можно при помощи способа, суть которого заключается в переработке сточных вод и повторном их использовании. Также СПП с предаточным определительным. Ребята, все эти предложения являются сложно подчиненными предложениями с предаточными определительными. Предаточные предложения отделены запятыми. Средством связи во всех предложениях является союзное слово «который». Выполним следующее задание. Прочитайте финал текста и определите его основную мысль. Сегодня человечество направило свои лучшие ресурсы, ума, талантов и способностей на решение проблемы нехватки природных ресурсов и их дороговизны. Многие ученые, инженеры, техники, биологи и люди других профессий работают сейчас над проектами по добыче экологически чистого и дешевого топлива, новейшими устройствами по экономии энергоносителей и над другими современными разработками. Поэтому я верю в прогресс человечества. Вы спросите, каким образом прогресс касается любви к природе? Я считаю, что любовь к ней начинается с сохранения ресурсов. Тех самых растений, земель и воды. Технологии, которые позволяют сохранить на некоторых территориях планеты неприкосновенность уголков дикой природы, например, приносят много пользы всем нам. И все же я хочу подытожить и сказать, что любовь к природе – это и есть сохранность ее ресурсов, которые необходимо беречь. На экране примерный ответ. Основная мысль текста заключается в подходах решения проблемы нехватки природных ресурсов, их сохранении и рациональном использовании. Ребята, переходим к чтению художественного текста. Выполните следующее задание. Прочитайте стихотворение Маршака, составьте тонкие и толстые вопросы. Ответьте на них. Стремясь в порядку научить людей, Хранитель парка не щадил гвоздей. В могучий ствол дубовый забил он гвоздь двенадцатидюймовый. А в этот бук вогнал гвоздей огромных двадцать штук. Он прибивал деревьям объявления. Оберегайте лесонасаждения. Не рвать цветов. Запрещено курить. Не мять газонов. В парке не сорить. Мы с вами книги детские видали. Пробитые насквозь гвоздем морали. От этих дидактических гвоздей Нередко сохнут книжки для детей. Мораль нужна. Но прибивать не надо Ее гвоздем к живым деревьям сада, К живым страницам детских повестей. Мораль нужна. Но никаких гвоздей! На экране примерные ответы. Тонкий вопрос. Какие объявления прибивал хранитель? Оберегайте лесонасаждения. Не рвать цветов. Запрещено курить. Не мять газонов. В парке не сорить. Толстый вопрос. В чем заключается ирония произведения? Ирония заключается в том, Что хранитель, Желая научить посетителей порядку, Сам же нарушает экологические правила. Ребята, я вам предлагаю поработать Со следующими словосочетаниями. Использование земель. Изменение климата. Вырубка лесов. Загрязнение воды, почвы и воздуха. Рыболовство. Перенаселение. Они являются микротемами текста. Ответьте на следующий вопрос. Как вы думаете, Какова тема и основная мысль этого текста? Заполните трехчастный дневник. На экране примерные ответы. Тема текста. Истощение природных ресурсов. Основная мысль. Возможные последствия Истощения природных ресурсов. Завершим нашу работу, Заполнив таблицу соответствий. Ребята, проверьте свою работу. На этапе рефлексии у нас лестница успеха. Оцените и прокомментируйте свою деятельность на уроке. Конечно же, все вы займете верхнюю ступеньку нашей лестницы. Ребята, наш урок завершен. Сегодня на уроке вы узнали о ресурсообеспеченности некоторых стран. Сформулировали идеи и вопросы, интерпретируя содержание текстов. Спрогнозировали по финалу содержание текста. Закрепили навыки постановки знаков припинания в сложно подчиненном предложении. Я с вами прощаюсь. До следующей встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова